Сегодня у нас в гостях Павел Прилучный. А Колл Торс будет у нас вообще суперэксклюзив, ребят. Ты в основном снимаешься в коммерческом кино? Ну да, мне никогда премии не дадут. Ты главный мажор страны. Хочешь узнать, сколько у меня ипотека? Я не вижу причин, чтобы сидеть на жопе и не заработать денег. Что за последнее время тебя сильно вывело из себя? Несправедливость. Какая-то черная полоса? Я тут начал даже кастрол ухо. А что для тебя любовь значит? Это значит раствориться в человеке. Сегодня у нас в гостях Павел Прилучный. Вот я знаю, что вы все его просили, все его хотели. И вот мы тут. А мы сейчас в боксерском клубе неспроста. Что у нас такая концепция, где Паша будет... Ой, ничего там, да? Тормально? Ничего страшного. Причем у нас такая концепция, что Паша тут в красивом костюме. Он практически рядом с боксерским рингом. Мы его сейчас будем ему немножко мешать. Рам, рассказывай давай про концепцию съемки. Что ты там придумал? В общем, я придумал, что мы будем снимать его в боксерском зале, как будто он пришел к какой-то встрече, увидел там зал и решил вспомнить свои будни, свою молодость и вот убить всех. Подожди, а луки какие будут сейчас, значит, у нас такой более классический. А будут какие-то спортивные? Да, да, да. Потом он оденется в спортивке, потом он снимет. А голый торс будет? Ну я попросил, но скажет, что может быть в настроении. Давай ты создаем настроение. Да, я постараюсь. Понимаете, будет голый торс, тогда у нас вообще суперэксклюзив, ребят. Да, да. Валя. Наш любимый фотограф. О, вот это. О, бомба. Я бы еще дубль сделал. Давайте. Хотя, вот это хорошо. Вот, хорошо. I like. Я тебе сейчас покажу, смотри. О, хорошая. Ой, супер вообще, вот это классно. Просто кнопку надо жать, и все. А ты вообще, насколько относишься внимательно к своему внешнему виду? Ну, нет. Ну, как будет сейчас, да. С проектами, да. Почему тренок, а так, ну, как есть, так и есть, но в два раза более тренируешься. Не, ну, а одежда, вот. Мне кажется, что ты такой модный, ты все время, ты приехал рядом, что-то заморачиваешь. Ну, правда. Не? Нет, не встречай. А ну, у тебя небольшой гардероб? У меня большой, из-за того, что я ничего не выкидываю, конечно, мне жалко. То есть ты тебя помнишь? Да, у меня там уже майки дырявые, я всегда их ношу. Там где-нибудь дома, там все равно никто не видит, что-то такое. Ну, да. Ну, они любимые, их жалко выкинуть. Ну, я просто ничего не выкидываю. И все это почистить, там останется, там, опять новых вещей каких-то, если все, этого года, что-то. Ну, так, ну, мало себя еще и покупать, на самом деле. Я тут купил недавно, что-то как раз только открыли, значит, после пандемийных магазинов. А онлайн же был открыт. Ты в онлайне его покупаешь, значит, что-то? Ну, зачем? Человек вообще анти-онлайн, я поняла. Интернет, это и я, это разные миры. Открыли, значит, магазин, и проходя мимо, значит, там, какого-то яркого, не буду называть бренда этого магазина, очень ярких вещей, я такой, блин, офигенно. Короче, синий пиджак в полоску и синие штаны в полоску. Я в них неделю гонял, значит, я как на идиота смотрел. Спортивные? Спортивные, а просто? Нет, нет, вот пиджак в синие полоску. Это такое ощущение, что человек в Ялту собрался. Ну, а вот эти аксессуары, вот у тебя на шее всякие, ты любишь браслеты какие-то железные? Да, это да, это я люблю, ну, то есть мне в основном их дарят, либо там, ну, так лишь, что я буду нашел. Да, я видела, ты лепса, украшения выкладывал. Да, вот, дарил. А, он выделил. Классные, да? Так, сейчас бесплатная реклама, так что была. Ну, никакие дорогие нереальные, я бы сам все-таки не купил. Ну, типа, подарил с удовольствием. Ну, действительно, он такой мощный, интересный, работает, красивый, детальки так прорисовывал. Ну, это я люблю, что-то. Ну, а вот сколько максимум ты тратил на какие-нибудь украшения? Ты вообще не тратил, наверное, копейки. То есть тебе все дарят, что ли, я не поняла, а ты сам не покупал? Ну, тысяча рублей может стоить. Серьезно? Что-то у тебя, подожди, ну, а какие-нибудь золотые, там, серебряные? Нет, у меня такого нет. Нет? А что, это у тебя железо? Да, какие-то мусики, там, какие-то такие. Слушай, очки, у тебя, значит, вот эта вот фишка с этими очками на голове, почему? Ну, во-первых, у меня еще в институте, у меня сетчатка, царапина роговицы. Короче, с пацанами, что-то, ну, люди до 20 лет, там, 22. Мы купили, короче, пистолет, который пластмассовым пультом, сейчас называется «Строим пол» или что-то. Да-да-да. Ну, я не одел очки, но один товарищ попал в глаз, короче, и у меня было две недели слезился глаз. Сейчас, если яркий свет очень сильный, у меня прямо, ну, проблемно, у меня прям течет. Ну, а при этом видишь, что хорошо? Ну, вижу нормальное, да, но кому-нибудь, он просто слезится. А, я поняла. И поэтому ты просто носишь, а то это кажется, как будто бы твой какой-то амулет, я не знаю, что-то, знаешь, по-моему, у тебя все на голове. Причем, эфиры в мир, ну, реально. У тебя много пара очков? Развиваем мифы. Развеиваем, да. Развеиваем мифы. Да, много. Ну, я постоянно сажусь, теряю, дети ломают. Тимох постоянно забирает, он уже подрос, он ему как раз, поэтому у меня становится их все меньше и меньше. Ну, подрезать, короче, нормально. У тебя есть кому оставить твое богатое наследство? Конечно. У тебя ждало много одежды. Слушай, ну, а вот из одежды все-таки сколько ты тратишь на одежду, на гардероб? Есть какая-то самая дорогая вещь в гардеробе у тебя? Какой-то дорогой костюм ты покупал когда-нибудь? Нет. Нет? Я же вообще костюм не ношу особо. Ну, в смысле? Ты Мурган-то все время в костюмах. Да и дают их. А, еще один миф мы развели. Не, ну ладно, ну, свои-то у тебя есть тоже. Что ты применяешься? Ну, нет, ну, у меня есть там два костюма, я на свадьбе был, в котором шарный костюм, 9 лет назад. Ну, и вот синяя себе купила. И что ты его гонял еще после свадьбы? Ну, когда какая-то там... Класс. Если очень надо было. Ты постоянно снимаешься, бесконечно, ты высокооплачиваемый актер. Но ты не паришься и не покупаешься. Насчет своего внешнего вида я не парюсь. То есть мне нравится так вот ходить, я так хожу. И зачем мне какие-то разные, что ли? Ну, а в обычной жизни в чем ты обычно ходишь? Ой, ну, спортивка в каких-то таких. Ну, в чем удобно, удобно. То есть я, ну, нет в основном только широкие штаны какие-то, которые прямо продувают. Чтобы это было там... Потому что у меня постоянно... То есть вот такие штуки. Пузырьки на ногах. Вот чтобы не было, надо чтобы штаны были пошире просто. А, и все. Секрет. Ребята, секрет от Павла Прилучного. Бесплатный секрет. Я говорю, сегодня вы просто получите очень много всяких классных советов. Бесплатно. Все благодаря нам. Нет, так, ну, нет смысла тратить деньги на одежду. Ну, что он... Большие деньги-то отдал, что непонятно куда. И потом все это дело порвалось. Либо я очень люблю закапывать все чем-то едой какой-то. А, в смысле, пачкает. Да, пачкает, рвется. Это прошло неделю, тебе это уже не надо. Это становится неинтересно. Потратил там 200 тысяч на пиджак. Говорю, ну, смысл? Можно жить куда-то лучше и хоть в место. А вот куда? На что ты тратишь? Ну, можно на отдых. Можно на деток. Ну, вот и на отдых ты прям любишь отдыхать по полной программе. Мне некогда отдыхать в основном. Ну, то есть, когда есть возможность, то, конечно, да. То есть, ты там уже пятизвездочный отель выбираешь и бизнес-класса не идтишь. То есть, на это тратишь деньги, получается? Ну, да. Пока Паша фотографируется, я продолжаю брать интервью. И сегодня у меня в гостях телевизор от Би-Кью. Ну, привет. Расскажи немного о себе, потому что я пересмотрела огромное количество видео с тобой. И везде картинка очень яркая и четкая. В чем твоя фишка? Конечно. У меня же Full HD. Ой, так это же я. Я же Smart TV. И могу показать любой ролик из интернета. Я вообще выхожу за рамки. Кстати, ты видела, какие они у меня тонкие? А еще у меня три HDMI-выхода и две крутых колонки по 8 Вт. А самое главное, это мой размер. 50 дюймов. И цена в два раза ниже зарубежных аналогов. А можно с тобой сфоткаться? Конечно. Друзья, с продукцией от компании Би-Кью вы можете ознакомиться по ссылке в описании. А также я для вас приготовила промокод на 10% на любой из телевизоров от Би-Кью. Паш, расскажи вообще о кино, о «Тень звезды». Потому что мы, собственно, по этому поводу и собрались. Популярный среди молодежи рэпер-нейм прибыл в Санкт-Петербург, чтобы дать несколько концертов еще вчера. А уже сегодня его фанатка Соня Ставинская свела счеты с жизнью. Это мой первый опыт в качестве рэпера. Я вообще к современной музыке отношусь очень пренебрежительно, особенно к рэпу. Потому что я как-то все-таки вырос. Каста, Пятница, как-то вот на-нае. Мне это близко, когда есть смысл, ты понимаешь о чем, есть какой-то потайной смысл, понятно, к чему они ведут. И все остальное. А сейчас, как современный рэп, ну, странная достаточно история для меня. Мне непонятная. Вот. Я, конечно, соглашался очень долго. Ну, как бы я не понимал вообще, что с этим делать. Но «Текстан» написал негатив. Это очень крутой рэпер, я считаю. Я знаю его. Ну, прямо он мне нравится. И то, что он делает, и сам он очень такой прям фактурный мунычок. А вы познакомились с ним? Он так и не удалось с ним познакомиться. Но, собственно говоря, я пел его песню все. Мне, конечно, очень сложно. Как-то я занимался вокалом. У меня есть вокальное образование, музыкальное образование. Но рэп, конечно, это не мое, поэтому мне прям очень тяжело давалось. Но вроде ничего получилось. Я на озвучке посмотрел, особо не колебит. Ну, хотя, не знаю. Посмотрим, что выйдет из этого. Слушай, ну, Кирилл Нагиев мне сказал, что это скорее не рэп-исполнитель был твой герой, а поп-исполнитель. Он говорит, там нет такого прям... Ну, я бы не сказал, что это совсем рэп, потому что там все-таки больше речитатива. Ну, в смысле, не совсем поп. Там больше речитатива. Ну, и там очень мало каких-то вокальных иллюстраций. Но это интересно. Преон интересно было попробовать себя в таком жанре, в таком герое. Было интересно. А мне всегда было интересно, а актеры, они прям учат роли вот прям по сценарию, или же они живут, и в этот момент они сами там придумывают, что ответить. Ну, серьезно. Вот, например, в роли твоего героя ты учил прям все слова? Ну, бывает же такое, что тебе хочется, вот, ну, ты как бы чувствуешь этого героя, например, ты вжился в роль. И, допустим, в сценарии... Что-то добавить свое. Ну, как-то да. Ну, типа, есть режиссеры, все зависит от режиссера. Есть режиссеры, которые как бы дают тебе такую возможность. Я считаю, это правильно. Потому что, так или иначе, то, что, типа, твоей органики ближе, это всегда лучше смотрится и на экране. И зрителю это будет гораздо интереснее смотреть. Он не будет казаться, что-то странное сказал, как, не знаю, в нашем кино сейчас очень... Ну, на определенных каналах там, ох, он мерзавец, что же он натворил? Ну, ты понимаешь, что, ну, как бы... Тут просятся немножко другие слова. И тебе сразу это режет, как бы. И если, ну, режиссер адекватный, да, он тебе позволяет что-то менять. Вот, и когда он понимает ситуацию изнутри, понимает, как это будет выглядеть. Там, ну, в каком-то определенном времени, ох, мерзавец, что же он натворил, это звучит нормально. Но в современном мире, к сожалению, это должен быть определенный образ, чтобы мы поверили, что это действительно должно течь из его уст, грубо говоря. Ну, а вообще вот выучить, например, сценарий, сколько времени занимает у тебя? Ну, мне гораздо сложнее выучить театральную постановку, потому что вот сейчас, например, мы же делали такую историю «Косметика врага», где Костя Аркадьевич, кстати, вот мой педагог. Спасибо ему за школу. Он играл, собственно, героя, которого я сейчас играю в этой постановке. Собственно, насмотревшись на него, у меня была такая сейчас юношество, мечта сыграть эту историю. Ну, там вот просто 90% текста, ну, это сколько там, 50 страниц А4, 90% текста мои. И вот это, конечно, сложно. И там такой текст не совсем простой, там, о бытие, о жизни, о том, что такое рай и ад. То есть, ну, там такая сложно сочиняемая постановка, но интересно. Вот это сложнее. А как бы в основном фильм снимается в день, там, от трех до пяти экранного времени. Трех минут до пяти, до пяти минут экранного времени. То есть, получается, ну, бывает, если полминут снимают, ну, в основном. И поэтому три-пять минут экранного времени выучить, ну, это нет проблемных их. Ну, у тебя есть какие-то специальные фишки, как ты учишь? Или просто садишься? По логике. По логике. Это как? Ну, разговаривать два человека, выясняешь, как бы, смысл этой сцены, во-первых. Что ты хочешь сказать этому человеку? Почему он тебе именно так отвечает, там, да? Ну, смысл сцены. То есть, вы вместе с партнером, да, получается, садитесь и вместе вот это все. Нет, ты дома учишь один, да. Дома учишь один, понимаешь, разбираешь сцену, так, понимаешь, что здесь главное, к чему это все ведется, и потом все очень хорошо насаживается, если это сцены хорошо написаны. Бывают сцены плохо написаны, что чаще всего бывает, потому что сценарный факультет в России страдает, в принципе, к сожалению. Очень мало хороших сценаристов, очень мало. И тогда, конечно, не ложится это, да? Да, ты прям, нет, все забывается, вылетает, это прям какая-то беда. Каким проектом ты гордишься, которым ты снимался за последнее время? Ну, мне нравится «В клетке». Тебя тут никто не ждет. Ну, вот именно потому что я, может быть, потому что я там продюсер, или потому что это такая честная, честная, откровенная история, без прикрас. И нам дали некую свободу, которую, я, наверное, не знаю, ну, это мы одни из первых, наверное, открыли эту свободу именно на экранах. То есть у нас не было никаких предвзятых вещей, типа, ну, вот тут вот, как бы, ну, нельзя вот говорить вот это слово, ну, потому что вот накажут. Ну, как бы, ну, вот надо, ну, тут это некрасиво сцена делать, потому что, ну, как бы, в жизни так, да, ну, как бы, вот, ну, нельзя вот на телевизор такой выносить. Нет, мы делали все, как бы, все, как есть. Вот. Ну, «В клетке» я горд за это. Вы сейчас готовитесь ко второму сезону, да? Ты, мне кажется, сейчас много времени проводишь, да, в боксерском клубе. Мы удачно тебя сюда пригласили, чтобы ты остался после съемки потренироваться. Очень отклонненько. Да? Да, очень. Ну, я смотрю, у тебя в Инстаграме очень много сейчас фоточек таких ты там. Стараемся. Веду подготовку к новому проекту, поэтому, без этого никак. Ну, в клетке. Слава богу, время есть, да. Да. Ну, подожди, а вот сколько, сколько месяцев нужно тебе, чтобы войти вот в такую форму, которая тебе нужна для съемок? Месяц. Всего лишь месяц? В смысле, значит, у тебя уже там все готово, да? Ну, я думаю, еще две недельки, и все. И все. И все хорошо. А ты набираешь масло? Ну, я масло, да, сейчас вот начинаю вот потихонечку сушку. А, сначала набираешь масло. Да. А потом начинаешь сушиться. Прикольно. А массу, это сколько? Сколько тебе килограмм нужно? Ну, сейчас вот 78 я вешу. А должен? Я думаю, еще два килограмма, и начну уходить в минус. А, ну, тебе легко дается вообще набор веса? Не легко, ну, как? Так, конечно, тадовые проблемы с питанием, ну, как бы не то, что ты, ну, тебе нельзя то, что ты хочешь, ты ешь прям по расписанию, белок там и все остальное. Ну, там, диеты. Честно говоря, это не очень приятная история. А тренируешься ты сколько, получается? Четыре часа. Четыре часа в день? Каждый день? Через день. Нет, два дня в неделю выхода. Жесть какая. Кстати, ты вернулся на линг после того, как ты в детстве занимался очень долго, до, по-моему, тринадцати лет. Да. Ты занимался и как раз получил кандидата, мастера. Я очень увлекался спортом. Да. Бокс это был одно из моих любимых, собственно, видов спорта. Вот. Но, конечно, тяжело очень, я вспоминаю. Я сейчас понимаю, что... То есть ты только вот сейчас вернулся, считай, да, на тренировки и в этот спорт? Нет, у меня просто был большой перерыв. Мы до этого снимали Девятаева. Угу. И там я похудел на двенадцать килограмм. Угу. Поэтому была пандемия, в общем, все, собственно говоря, дома наедались. Да. А я думал о том, что как бы мне сейчас вот правильно вообще выстроить еду и все остальное, чтобы потом как-то перейти плавненько в клетки. Потому что там я был худющий, руки, кости и все остальное. И это, конечно, было очень тяжело исправить. Такие вот скачки, конечно, для настроения и все остальное. Это очень тяжело. Очень. Ну и для тела, мне кажется, тоже стресса большая. Тело, да, но психическое состояние страдает гораздо больше, мне кажется. Ну да. Злой становишься, да? Очень. А ты когда голодный, ты злой? Юниша готов съесть. Да? Так, значит, не подходим к Паше, когда он голодный. Я поел сам. А он сейчас поел, да? Слава богу, я рада. Что будет во втором сезоне? Не рассказывай подробности, но будут какие-то новые актеры, актрисы задействованы в фильме? Да, там будут новые любовные линии, продолжение старых, конечно, то есть будет интереснее, будет гораздо интереснее. Мы прямо сильно сейчас, так как нам и пандемия помогла, и все остальное, у нас было время на подготовку, и поэтому мы активно сейчас готовимся. Мы сейчас фаза, и вот там середина сентября мы стартуем, и надеюсь, все будет прямо. Ну а кто из новых героев будет? Ну, из актеров, актрис? Мы сейчас ищем главную героиню, девочку, еще пока не нашли. Так что обращайтесь к кастингам. Можно попасть, кстати, как-то? Вообще, ребята, да, присылайте. Вот так к кастинг-директору в клетке. Вот как сейчас можно попасть в кино? Во-первых, нужно хорошо учиться и делать какие-то хорошие истории. Если вы, если там люди не засветились в институте, им дальше будет сложнее, потому что на все театральные постановки, на все экзамены ходят кастинг-директора, которые смотрят, высматривают, ищут подходящих, запоминают, что-то кого-то примечают. Если они уже там засветились, то они ставят галочку «так, надо вот его посмотреть, где-то там взять» и так далее. Поэтому это одно из вещей. Люди думают, что «да, я сейчас быстренько закончу, диплом получу, да и хрен с ним». Нет, ну как бы такого, так будет сложно пройти. То есть процесс учебы немаловажен. Нельзя на него забивать ни в коем случае и думать, что это что-то лишнее, просто диплом. Мне кажется, при этом, если ты в этот момент учишься, ты не можешь параллельно работать в кино. Потому что, мне кажется, много времени занимает у тебя учеба. Учеба 12 часов, да. Я вот находил, например, возможность. Я по ночам снимался. Я снимался в любые выходные. Снимался, если была возможность такая, и мы там сходились. Я умолял, просил там мастера, если дать мне денечек. Что-то давно уже не пробовал, ну как бы не бегал по Мосфильму, не разносил свои фотографии. Но как я начинал, ну то есть ты бегаешь по этажам, у тебя стопка фоток, ты бегаешь, рисуешь, и вырежешь кастинг директора, возьмите, пожалуйста, меня. Вот у меня была такая история. Где-то тебя посылают, где-то говорят там типа да, да. Ну, один процент из ста, ну, срабатывает. А дальше уже идет такая история, что один сказал за тебя, потом кто-то, ну... Слушай, ну сейчас еще ты видео должен отправлять, да? Не обязательно очно встречаться с режиссером. Видеовизитка, это одно из важнейших вещей. Сейчас? Да. Раньше такого не было. Раньше не было, ну как бы, по крайней мере, я не сталкивался с этим. Здесь тоже надо научиться писать видео-визитку. Может быть, человек действительно подходит, но как бы он даже перед камерой не знает, что сказать. Но тут надо как бы тоже поработать. Ну, если на самом деле, если очень хочется, обязательно получится, мне кажется. А есть какие-то проекты, на которые тебя не утвердили, но они в итоге потом как-то выстрелили? Нет. Нет проектов, ну, которых ты жалеешь, что не попал? Нет? Нет. У тебя были ситуации, когда ты начинал работать над каким-то проектом, и у вас все-таки не складывались отношения с режиссером? Как-то вот не чувствовали друг друга? Ну, бывали, да. Бывали нескольких проектов. Ну, как-то мы договаривались. Ну, я объяснял, почему я считаю так или никак иначе. То есть я не говорю, ой, все, я не буду работать. Нет, ну, это невозможно. Нет, такого, конечно, не было. Ну, то есть я говорю, что, ну, слушай, ну, как бы это неправильно, потому что нужно сделать так и так. Он говорит, почему? Ну, потому что вот это, вот это и вот это. Ну, как бы тут достаточно простая история. Если ты это можешь объяснить, почему, я не думаю, что режиссер настолько идиот, что он, типа, будет стоять на своем и говорит, что... Ну, бывает редко режиссеры Самодура. Бывают. Ну, на них можно нажать. А с кем из режиссеров тебе понравилось работать больше всего? Прекрасный. Горобец Марка прекрасный. Абсолютно, я обожаю его. Это какой проект самоделали? Это сейчас вот как раз то ли с понедельника, что ли. «Желтый глаз тигра». Это про янтарь по Первому каналу такой. В Калининграде вы снимали? Да, да, да. Очень хорошая история. Он очень хороший режиссер, мне прям нравится. Карен Агнисян замечательный. Как режиссер очень хороший. Статский, Костя. Тимур Бекмамбетов. Потрясающий. Да, вот расскажи про этот проект вообще. Как у вас случилась химия друг с другом? Ой, Тимур вообще замечательный. Мне, конечно, очень с ним понравилось работать. Я мечтал с ним поработать в свое время. Я еще думал, что, ну, не возьмет меня никогда. И как так сложилось, что я должен был сначала идти на одну роль, на солдата, который предал Родину. Вот. И, собственно говоря, тренируют в немецком лагере немецких летчиков. Русские солдаты тренируют немецких летчиков. Я должен был на эту роль идти. То есть отрицательная типа? Ну да, и мне она очень нравилась. В замечательном костюме имбосс шили тогда. Там прекраснейшая одежда, теплая. И все, мы зимой снимали. Умты вот такие, значит, немецкие, меховые, кожаная, меховая куртка, шапочка. Ну, потрясающе. Все это замечательно сидит. Замечательная роль, хорошая. Прямо с таким мало съемочных дней. Ну, нормально. Нормально съемочные дни. В итоге меня утверждают на главного героя. Где надо пробегать всю зиму в одной робе. Какой трэш. А это был просто отдок. Я не представлял. Я думал, мы не выживем. А минус сколько было? Ну, до минус 20 доходило. Ну, мы что-то туда пакеты какие-то пытались засунуть. Ну, это все было бесполезно. Потому что пробывало это в Питере, на Кронштадте. Прям возле... Ну, на набережной снимали. Это у нас просто уносили. Они ставили вышки с автоматчиками. Ветер уносил эти вышки. Вот, 30 метров в секунду. Просто, по-моему, человек чуть не задавило. Даже есть, по-моему, кадр, где просто все стоят. И вышка летит сзади. Огромная, пятиметровая вышка. И сколько съемочных дней у тебя было? Дней 50, наверное. Вот в таком холоде? Ну, там, типа, 10% мы снимали в павильоне. 10-15%. Но в основном, конечно, это улицы. И мы все постоянно... Потому что там то дождь, то снег. Это постоянно нас мочили. Ну, как бы, это ветер. А как проходили пробы? Ну, Тимур знал меня до этого. Мы были так, как бы, шапочно знакомы. И я так понимаю, что он хотел меня как-то попробовать в чем-то. И да, он позвал на пробы. Сыграли одну сценку. Вот я когда-то должен был на... На другого героя как раз пробовался. Он говорит, да-да-да. А вот давай-ка попробуем наоборот. Он говорит, о, класс, подходит. Когда этот фильм все-таки выходит на экраны? Там очень много графики. Я там... Я учился специально. Я играю там военного летчика Девятаева. И я специально для... Для фильма учился летать на самолете. Я садил самолет и поднимал его сам. То есть вместе с инструктором. Инструктор после его вправо рассказывал, что там куда. То есть я прям... Ну, если что... Ты можешь теперь... Ты можешь теперь, да? Посадить могу. Вот. И... Ну, то есть я проходил все термины. То есть выучил там шаг винта, значит. Там эта самая загрузка. То есть все, где там что мне нужно было знать чисто и физически. Это огромнейший опыт, которого я бы никогда не добился. И, конечно, потрясающая история, что ты в кино можешь не только получать удовольствие от того, что ты делаешь за своей работой, но ты еще и можешь узнавать что-то новое, учиться чему-то новому. Вот это, конечно... Ну, это я обожаю в кино, действительно. А с кем из режиссеров ты бы хотел еще поработать? Я бы еще с Тимуром поработал. Он мне как-то сказал... Не знаю, можно это говорить, нельзя. Но он мне как-то сказал, что... Слушай, мне кажется, надо снять Бендера с тобой. Вот я бы с удовольствием, правда, с ним сыграл Ставб Бендера. Мне кажется, это была бы очень интересная история. А кого бы ты хотел в кино сыграть? Я бы хотел сыграть человека с какой-нибудь раздвоением личности. Ну, такой интересный, какой-то психопата. Мне интересно это. Ну, ты очень много где играл. Я посмотрела, когда твою фильмографию у тебя там с 2007 года просто какое-то очень большое количество фильмов, ролей. Ты вообще всех своих героев помнишь? И у меня как-то стирается проект. То есть я его играю, и он у меня стирается потом. Это, знаете, как бывает на... В основном это у бойцов такое происходит. Они когда после боя спрашивают, ну типа, ну а что ты как? Я не помню ничего. Вот у меня так же. У меня проект заканчивается, и я даже слова не могу вспомнить. Ну, какой-то опыт остается внутреннее там, да, история. Ну, о чем он был? Ну, мажор, как это? Ты что, сейчас ты главный мажор страны. Я не смотрел, понимаешь, в чем дело? Ты шутишь сейчас? Я серьезно тебе говорю. Ты не смотрел мажора? Я его даже не смотрел. А почему? Зачем? А ты вообще не смотришь с собой кино, что ли? Нет. Никогда? Почему? Зачем? Ну, что я там не видел? Я могу другой фильм посмотреть. Я же это играл. Что за меня на себя смотреть? Ну как? Ты же не видела результат. То есть ты видел... Я понимаю, что в голове. Ну, как у меня... Я когда снимаюсь, я вижу со стороны. У тебя как третий глаз. Где-то вон там камера работает. Я все прекрасно вижу со стороны, как это происходит, как это выглядит. Но потом смонтировать могут по-другому, понимаешь? Я в голове все себе смонтировал. Зачем я буду себе портить впечатление, если я его вижу хуже? Не, ну слушай, ну бывает такое, что, знаешь, все-таки хочется увидеть результат своего труда. Нет, если только какие-то экшн-сцены, которые я не понимал, как снимут, и как это смонтироваться, я бывает их просматриваю и прошу, типа, скиньте, дайте посмотреть. А так, я не могу смотреть на себя. Меня прям как-то... Господи, блядь, что я делаю? Что это такое? Да? Меня прям корежит, серьезно. Серьезно? Я не могу. А когда тебе комплименты делают, тебе нравится? Не особо. Не любишь? Не, ну конечно, я лукавлю, да, ну конечно, приятно. Но когда прям, типа, да, спасибо, хочется сразу выйти от этой ситуации. Ты очень часто говоришь, когда тебя спрашивают про кино, и спрашивают, готов ли ты был бы сняться в каком-нибудь малобюджетном фильме, без гонорара и так далее, ты говоришь, что нет, у меня сейчас ипотека. Да. Я не готов. Но подожди, но... Хочешь знать, сколько у меня ипотека? Нет, я уже, кстати, я уже близка к этому вопросу, потому что мы несколько раз это уже обсудили. Не буду. Нет, мне просто интересно, ты часто очень говоришь про кино как просто про свою работу, но не как, знаешь, про реализацию творческую свою и так далее. Действительно так? Или все-таки что-то есть у тебя к этой профессии больше, чем просто... Я люблю свою работу, ну что ты, ну, конечно, я бы не пошел на эту работу, если бы я ее не любил, там, да, у меня, в принципе, такой по жизни, понимаешь, такая история, чем бы я ни занимался, если я не получаю от этого удовольствия, то, ну, не надо этим заниматься, неважно, дворник ты, там, сидишь на вахте, вот сидит человек на вахте, он не любит свою работу, вот, в нём видно это, он всем мешает жить, он мешает тебе жить, и ему от этого еще хуже, он себе мешает жить и себе закапывает в этом. Это самое ужасное, что может быть. Ну, нельзя, нужно только, ну, с открытыми руками и с чистым сердцем подходить к любой работе абсолютно. Я был полы в институте, помню, я делал из этого прям шоу. Ну, надо было, ну, деньги какие-то, я делал из этого шоу, серьезно, и у меня прям танец был. Я в танце был полы. Друзья, если вы думаете, что это легко, это вообще ни хрена не легко, потому что это вообще супертяжелая боксерская груша. Вот так. Бог, бог. Ну, короче, вы поняли, что у меня с этим делом проблема. Ничего, меня сейчас научат, меня обещали научить, поэтому сейчас посмотрим. Левая нога в переди, правая позади. Ноги чуть-чуть, чуть-чуть скошены у тебя. Левая рука, она вот вращая, получается, вот корпус, да? Правая, что удар был, то есть, ну, с разворотом. У тебя, ты получается вот здесь, и как бы, вот корпус, у тебя вот так разворачивается. Понятно, я безнадежная, еще. Ну, что, скручивание. Вот так. Да. Сейчас мне нужно ударить. Ну, сейчас такой хлест кидает. Короче, друзья, если что. Получается, он должен тебя, как будто бы ты выстрел, понимаешь, и полностью слегнул. Потому что ты должна плечом ударить себе, как бы, в челюсть получается. Да. Нет, потому что. Но больше, ну, то есть, чем ты больше свернешь, тем будет сильнее удар. Потому что у тебя, получается, ты всем телом, а так это, получается, ну, как бы, ну, толкнул человека. Короче, друзья, это очень сложно. Не рекомендую повторять за мной. А по какой роли тебя чаще всего узнают? В зависимости от того, какой проект они смотрели. То есть, это все. Нет, вот именно, чаще всего, какой проект, как ты думаешь, с тобой больше всего ассоциируется у людей? У всех по-разному. Ну, сейчас там, ну, потому что в действительности по России катаешься, кто-то не успевает что-то посмотреть. Для кого-то я еще остался тот Максим закрытой школы, для кого-то док, значит, там, из Наигре, кто-то, вот, там, типа, мажор-мажор, там, значит, потом тут этот волчок, у меня сейчас стали волчок, там, из вот, в клетке. Какой-то большой проект получается, люди, там, год-два ходят вот с этим названием, потом это все перебиваются в следующем проекте. Ну, так и идет такая череда один за одним. Ну, мне кажется, что вот в моем окружении больше всего знают тебя за роль в мажоре. Возможно. Все прям обожают эту роль и этот фильм. Я знаю, что вы снимаете четвертый сезон. Да, мы сняли полный метр, я думаю, что он скоро-скоро выйдет уже. И четвертый сезон, я так понимаю, что... Так ты же умер в третьем сезоне. Да нет. Как это нет? Ты ожил? Пуля прошла на вылет. Черт. Ну, это прям фандорин уже, получаешься. Да. Ну, все, мы ждем тогда, да, получается, четвертый сезон мажора, там... Ну, продолжение будет в фильме, ну, как бы, в фильме будет продолжение, там, третьего сезона. А, подожди, а тогда четвертый сезон будет продолжение в фильме? А четвертый сезон будет продолжение в фильме, типа, да. Ой, ну как замутили так вообще просто. То есть, а если ты, условно, не смотрел сериал «Мажор», ты можешь посмотреть фильм? Фильм? Фильм, да. Там ничего, как бы, в принципе, там нормально все складывается. Не настолько сделали такой плавный сценарий, что подойдут и под то, и под то. А чем бы ты занимался, если бы не пошел в актерство, как ты думаешь? Не знаю, может быть, может быть, что-то связано с предпринимательством, наверное. С бизнесом? Ну, да, типа, купи-продай, какая-то такая история. То есть, там, какая-то такая, да? Аферы, да? Ну, да, зачем уже аферы? Не знаю почему-то, мне так кажется, что там что-то какая-то движуха была бы. Да, да чего только не было. Слушай, ну а ты вообще бизнесом каким-то занимался когда-нибудь? Ну, да, разным. Давай рассказывай, каким. Ну, интересно. Что-то там, да? Странное. Что-то там, сутенером был? Да нет, конечно, спасибо. Спасибо. А то ты так говоришь об этом. Да нет, ну, разным бизнесом всяким. Ну, на рынке там мы продавали всякие штуки. Какие штуки? Ну, от купальников до шуб, знаешь. Ага, да? Конечно. Ну, что, ну, как-то надо было зарабатывать, деньги нужны были. Это в какой период твоей жизни это было? Это было в Новосибирске, я еще учился в театральном училище. Там первое мое образование. И нужны были деньги как-то, чтобы поехать в Москву, да и там на съем квартиры и все остальное. Да и мама, и сестра. С сестре она была помогать как-то. И... Ну, вот я занимался, да, рыночной историей. Я занимался курьером, возил там, занимался бы боями тоже в свое время. Чем мы только не занимались, правда? Ну, что, каждый крутится как может. Если деньги нужны, то, ну, я не вижу причин, там, чтобы сидеть на жопе и не заработать денег. Ну, для меня это... Ну, что такое? Люди сидят там, говорят, вот, я не могу ничего сделать. Чувак, подними, вот, с дивана жопу, вот, по идее, сделай. Вот, серьезно. Это работает. Вот, я по себе знаю точно. Слушай, расскажи немножко про свое детство. Я знаю, что оно у тебя было непростым. Хорошее было детство. Да? Веселое. Я бы хотел, чтобы... Я бы хотел, чтобы у моих детей было немножечко такое расхлебательское детство тоже. Потому что я понимаю, что сейчас у них нет возможности даже просто выйти на улицу... Я сейчас не могу там Тимофея, например, отпустить, потом по Москве погулять. Ну, как я его отпущу? Ну, серьезно, пришедут, машина собьет, там, еще что-то, кто-нибудь украдет. Мы гуляли, у нас там 8 утра нас выпустили в 10. Все, мы пришли... Телефонов не было, ничего не было. Непонятно, где ты шляешься, и родители не знают. В 10 часов вечера я пришел домой, как бы, с фингалом, без руки, но пришел. И ровно в 10. Все, самый главный фактор был. Не, ну, я знаю, что ты переехал... С Казахстана в Бердск, потом в Новосибирск. Да, ну, в Бердске было здорово и весело. Я там закончил музыкальную школу. Умер отец, что-то мы начали как-то движок какую-то делать. Надо было куда-то поступать. Мамой еще было двое детей, они старшие. Старшие с сестрами на 10 лет, обратно 12, получается. Все самые большие. Они уже в институт пошли, а я еще, собственно говоря, в школе сидел. Поэтому было тяжеловато, потому что в 90-е... Да и тяжелое детство было, нормальное тяжелое детство, как у всех, кто в конце 90-х жил. Ну, не, у всех было разное детство. Просто у тебя, как я знаю, в 13 лет у тебя отец ушел из жизни. Да, чуть пораньше, что ли. Даже пораньше. И тебе брат тогда сказал, что... А, ну да, теперь все на тебе, да. Ну, так и было. И до сих пор, да. Ну, поэтому ты, наверное, все это время чувствуешь какую-то ответственность перед семьей, перед мамой, да? Ну, я всегда чувствовал ответственность, да. Потому что, ну, а что, не опустишь руки, или не скажешь такой, типа, ну и ладно, будем жить так. Да и хотел жить по-другому. Ну, вот, собственно, и получилось так, что... Ну, получается, ты просто рано повзрослел очень из-за этого. Да. И поэтому ты в 13 лет переехал в Новосибирск, потому что ты хотел начать там зарабатывать? Нет, я в Новосибирск переехал, чтобы поступить в институт, потому что, как бы, института в Бердске не было особо. Вот. Вот так я переехал в Новосиб. Ну, ты один переехал. Нет, я еще полгода примерно катался сначала. Это примерно полтора, два часа, наверное, да. Это мне к восьми нужно было на первую пару, и я вставал в 5.30, чтобы успеть, короче, да. Ну, и так же назад, то есть на последней электричке, там, типа, в одиннадцать, двенадцать. То есть это ты ездил из Бердска? Да, на автобусе до вокзала, значит, на электричке, там, значит, там 45 минут, и потом от там речного вокзала до института еще. То есть мне три транспорта нужно было, когда бы так пересечь. Ну, такое было веселое время, особенно зимой в Сибири, вы знаете, это очень интересно. Интересный опыт. Подожди, ну, получается, в 13 лет, да? Ну, да, да. То есть ты вот так вот сам туда-сюда, а потом переезжаешь туда сам. Ну, да, чтобы не кататься, я чуть заработал денег еще там и снял квартирку, поэтому... А где ты заработал денег? Я вел в стриптиз-баре, такой был голодный койот. Я вел программы. В 13 лет? Ну, да. Интересно. А как там тебя разрешили везти что-то? Ну, я выглядел не на 13 совсем. Да? Я выглядел лет на 18. А они что, паспорт не смотрели, что ли? Да кто смотрит там паспорт? В стриптиз-бар сходите. Извини, я не хожу в стриптиз-бар. Я был достаточно веселый парень, поэтому... Ну, как-то мне... И то есть ты там заработал и, соответственно, переехал оттуда в Новосибирск. И чем ты занимался в Новосибирске, чтобы себя обеспечивать? Я тоже вел всякие программы, занимались аниматорством, ну, то есть какие-то рекламки у нас были, мы снимались... Чего только мы не влезали на самом деле. Куча всего было. То есть любая работа, которая была, это всегда... Да! Конечно! Ну, и у нас какой-то такой слаженный коллектив в Новосибирске был. Пацаны такие, ну, прям... А ты один жил там? Или ты с пацанами снимал? Ну, нет, сначала один, вот, потом я попозже привез маму, потому что, ну, что она там будет одна, мы там продали дом. Потому что там тоже что-то... Какие-то проблемы были большущие с долгами, что-то это вот... История 90-х. Долги от отца, кстати? Ну, да, мы там что-то... Чего-то какая-то там жесть у нас началась, когда эти, ну, такие подставы за подставой, в общем, ну, неважно. Ну, в общем, да. И мы продали дом, что-то отдали все долги в итоге. И жили в съемной квартире. С мамой в Новосибирске уже попозже. А потом в какой-то момент ты решил переехать в Москву, поступать в театральный. Да. Ну, когда мне стал... Ну, в Новосибирске было все хорошо, но как-то хотелось чуть-чуть пространства пробовать. Ты там же уже, да, в театре тоже играл в Новосибирске. Да. Переехал в Москву, но не сразу попал, как я знаю, и в театр, и в кино не сразу начал сниматься. Не сразу, конечно. Я даже в тот, когда я попытался приехать, когда приезжал, я хотел поступить к жидовачу, во-первых. Как-то даже новача не дошло. Дело, что-то там не получилось, там долгие тоже муторные истории, потом переехал. Потом я поступил в Амхат, ну, в смысле, в этом же вступительном периоде. Поступил в Амхат Крайкин, вот там отучился у него какое-то время. Потом поступил в режиссерский факультет ГИТИС Голомазову. Закончил там, и все. Перешил, вся пора начинать. Да. А как ты зарабатывал в этот период? Тоже как-то... Ну, такие маленькие съемки какие-то, там, эпизодики и все остальное никто не отменял. Ну, а вот в какой момент все-таки ты нашел на что жить? Это когда, через сколько месяцев после приезда? Ты жил сначала все это время, долго жил в общаге, потом потихонечку начал сниматься, и даже после того, как я снимался, я помню, я снимался, на игре даже отснялся, это был 2000, что-то кризис 2008, по-моему, вообще ничего не было. У меня уже было там за спиной проектов типа 5, 6, 7, не знаю, меня уже люди узнавали на улице. Слушай, ну на игре это вообще был, мне кажется, в тот момент суперкрутой проект, потому что он геймерский, да? Да. И я помню, что была жопа прям совсем с деньгами, кино не снимают, театр тоже что-то нет, я работал таксистом, я, слава богу, купил, значит, машину, и я возил людей. Ну, как бы, что я только не делал. Как-то-нибудь узнавал? Да, были моменты. Да ладно? Ну, а вы же, я говорю, да, 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 да. Да ладно, что, и вы их больше оставляли? Ну, девчонки, да. Вот, кстати, нормальная тема, познакомиться с девочкой, знаете, как это. Работать таксистом. Да? Да. Хорошая идея. А в какой момент ты почувствовал себя звездой? Вот ты проснулся, а есть такой? Слушай, я до сих пор не чувствую себя звездой, мне как-то такого нету особо. Ну, подожди, ну к тебе наверняка на улице все время подходят, сфотографироваться? Подходят, ну я, честно говоря, я ни разу в жизни ни с кем не сфотографировался. Я много с кем стоял там из известных там американских звезд, понимаешь, вот так. Мне всегда было неудобно. Просто, ну, как бы, я настолько уважаю человека, что, ну, как бы, мне неудобно нарушить его личное пространство. Да и, ну, к любому другому как-то, ну, типа, не знаю. А у нас это уже, ну, такой мир, такая политика. У нас свободно люди говорят, что ты, улыбайся, ты что, братан, давай, что ты улыбаешься? О, на войне, давай. Ну, как бы, у нас это вот так сейчас происходит. То есть, ну, я, честно говоря, я немножко не понимаю вообще, куда катится вся наша история в связи с инстаграмами, инстаграмами, тиктоками, соцсетями и всем остальным, все дозволенности, абсолютно бестактность. Хоть я сам человек из небольшого города, я не говорю, что я очень воспитан и все остальное. Вот здесь какие-то человеческие жизненные понятия. Не знаю. Мне кажется, в инстаграм вот создал какую-то иллюзию того, что ты как бы знаешь этого человека и тебе все время кажется, что ты как бы с ним братан. И поэтому вот люди уже, мне кажется, стали нарушать какие-то границы дозволенные и вот пишут все подряд уже на этих страницах и так далее. То, что пишут, это я вообще... А ты читаешь вообще комментарии у себя в инстаграме? Ты знаешь, я не читаю даже. Я пытаюсь, иногда я читаю, срываюсь, пишу какую-то глупость, я понимаю, что я сам опускаюсь просто до этого. Ну, люди, не зная ничего, не зная меня, не зная всей ситуации вообще, пишут какую-то такую глупость, которую сами даже не могут подтвердить. Ты знаешь, вот у меня, вот на чем я воспитан? Если ты хочешь человеку сказать что-то, да, у тебя какая-то вещь, ты скажи ему в глаза это. Что ты пишешь? Что это за крысячество? Ну, по моим понятиям жизни. Это какая-то подлая история. Я напишу гадость. И еще со странички закрытого аккаунта. Так, чтобы никто не видел, и у меня будет ноль подписчиков, и я его создам. Я создам этот закрытый аккаунт. И напишу гадость. Господи, и что? И кому ты сделал плохо? Мне? Да мне плевать. Но ты сам свою страницу ведешь? Я бы с удовольствием страницу эту удалил, если честно. Вот честно, я не вижу ни смысла. Я не зарабатываю на ней никаких денег, там, у меня там хоть 1,8 миллиона, но мне не все равно. Я не общаюсь с ним, как с нарядом. Для меня эта страница, это всего лишь способ выразить, выразить, ну, там, какую-то новость, там, типа, или показать, как детки выросли, или красивый кадр. Когда я заводил Инстаграм, для меня, ну, я люблю фотографировать, ну, так как-то интересно, ну, как мне казалось. Да, это непрофессионально, просто, ну, какие-то фотки получались. Я выкладывал просто определенную фотографию, не себя даже. А потом родились детки, и мне хотелось их фотографировать. И я их фотографировал и выкладывал. То есть, ну, либо какая-то новостная история, что, ну, как бы, это не тема, что я, типа, как-то зарабатываю, веду Инстаграм, зарабатываю за твой денег. Нет, ни в коем случае. Я зарабатываю деньги с другого. Ну, да, у тебя там мало рекламы, я вообще ее, кстати, практически не видела. Только вот один из последних постов меня немножко удивил, когда ты написал, что ты участвуешь в жюри какого-то конкурса, который устраивает губернатор Московской области, Воробьев. Вот, и ты опубликовал, и я, как бы, подумала, что это, наверное, какой-то рекламный сюжет. Нет, это не реклама, действительно, у них будут конкурсы. Они попросили поучаствовать в жюри, посидеть там что-то. Я так понимаю, что там достаточно большие деньги. Я знаю, что ты много в каких городах российских снимался. Где тебе больше всего понравилось в России? Где ты был и тебя впечатлил город? Ну, не сниматься, просто город понравился в целом. Ну, слушай, мне Владик понравился очень. Да? Владивосток, блин, шикарнейший, конечно. Владивосток, не Владикавказ. Владивосток, Владивосток. Владивосток безумно клево. Жалко, я не успел на ту сторону в Китай-то сгонять по мосту. Но индустриальненько. Но мне понравилось, я бы там снял какое-нибудь кино. Ну, конечно, очень далеко, но для кино-картинки, мне кажется, там было бы интересно очень. Особенно, если снять какую-нибудь историю, типа, значит, чувак любит там, ну, какой-нибудь там парень и девушка встречаются, но они живут по разным сторонам мостов. Одна в Китае, другая, типа, в Владивостоке. Ну, как это? Сейчас мы просто какого-нибудь сценариста подадим просто идею. Ну, там красиво, там, притом Владик ночью весь черный, значит, то страна Китая, там просто горят разные планы. Чтобы мы с тобой были в Гостинске, это высокие. Там икра, там икра черная хорошая. Икра опять же черная. Да и вообще там рыбка классная. Да, рыбка. Слушай, ну вот в Крыму я был, если бы, ну, еще люди были бы чуть поспокойнее, было бы вообще все шикарно, действительно. В смысле поспокойнее? А? Подваливали к тебе часто? Да не то, что подваливали, ты понимаешь? Понимаешь, вот у меня было полное ощущение, что я вот сижу в туалете, грубо говоря, какаю, а вот так вот открывается дверь, и человек просто с телефоном вот так вот, понимаешь? Вот такое было у меня ощущение. То есть прям вот ходили все без стеснения. И при том, не то, что тебя, а то, что ты покакал фотографировать, понимаешь? Вот такое было у меня ощущение. Жесть. Это, с одной стороны, я понимаю, почему, это из-за чего, ну, как бы, я понимаю, что это минусы профессии, да, но, с другой стороны, ну, хотя бы немножечко, ну, проимите уважение. Ну, я понимаю, что, типа, ну, это же не моя профессия, с одной стороны, я вообще не люблю фотографироваться, ну, это не люблю просто. Есть фотомодели, ну, для них это, как бы, нормально, ну, для артиста, ну, есть это должно быть только по желанию, невозможно, только он не обязан этого делать, да, и так далее. Ну, если человек подошел, спокойно просил, да, ну, когда идет такая прям халоватость, ну, конечно, извини, конечно, ну, я в какой-то момент стал просто уже, ну, снимать людей самих, которые, это еще такой звук лак, ну, я говорю, нравится, нет, вот, ну, зачем тогда снимать? Это реально вот так. А, типа, не заметил, да? Да, 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 вы снимаете? Я не снимаю! Или так, знаешь, делать, типа, по телефону говорить? Нет, нет, до этого надо еще додуматься. Тут как бы... Там все проще, да? Да, да, да. А не было такого, что, знаешь, сидишь, вдруг вспышка? Нет, в основном все на видео. Блин, да, сейчас реально все. Это, господи, боже мой, где? Интернет вот этого... Ну, а в целом понравился Крым, приятно. Крым потрясающий, Ялта, мы были в Ялте, блин, безумно красивые, что-то там мы покатались на всяких там яхточках, дети просто в дичайшем восторге были. Ну, и мне тоже понравилось. А ты патриот? Еще какой. Ну, а что для тебя значит патриотизм? Ты знаешь, я... Я в детстве даже ссылался и не учил английский по этому поводу. Я говорил, да я в жизнь туда не пойду. Это было мелкое. Чего мне туда ехать? Да, типа, мне в России хорошо. Я говорю, лючим. Отец, я говорю. Мне кажется, у нас... У нас хватает всего. Даже если, исходя из кино, у нас та же самая техника. У нас профессионалы лучше, чем еще в Америке. У нас артисты интереснее и лучше есть. Прям есть. И глубже играют. И они едут к нам учиться сюда. Там, американские те же самые звезды. К нам учиться актерского мастерства. У нас все это есть. У нас просто... Тебе нельзя такое говорить. Матягнуться можешь чуть-чуть? Распиздяйство, понимаешь? Вот у нас... Если правильно собрать команду людей, получится хорошее кино. Если найти еще на это бюджет, получится офигительное кино. Но, к сожалению, то одно, то второе, значит, не складывается. Я думаю, мы к этому потихонечку придем. Приходим уже. Приходим, сейчас появляются замечательные проекты, замечательные сериалы. Я смотрел сейчас прям... Ну, правда, клево делают. Ничем не хуже, чем американские. Значит, что мы это можем делать? Ты бы что? Это значит, тебе из двух вещей нужно выбрать одну. Так. Можем? Мэйвезер или Конор Макрекор? Мэйвезер. Кино или театр? Кино. Виски или пиво? Вообще, это не другое, может. А что? Винцо я пью. Джоли или Белучи? Джоли. Крым или Майами? Крым. Такой быстро подумал, я лучше не буду в Майами. Ладно. Вечер в баре или вечер на диване? На диване. Мерседес или Ауди? Мерседес. Пролетая над гнездом Кушки или Иван Брункин на Целине? Пролетая. Звягинцев или Михалков? Звягинцев. Голос Гагариной или голос Тапури? Ну, мы имеем в виду фокал, да? Слушай, и та, и та прекрасная, но... Да простит меня, Гагарина, Тапури. Грудь или попа? Попа. Ты говорил, что ты неоднократно разочаровывался в людях. Да. И также ты говорил про то, что ты когда-то давал другу деньги в долг. Да. И он тебе не вернул, и вы перестали общаться. Да. Вообще, много ты потерял друзей за эти годы? Много потерял друзей. Теперь я даю денег, но не из-за денег. Хотя много из-за денег тоже. Да друзей на самом деле много не бывает. Я для себя выяснил одну такую схему. Никогда не давай больше тех денег в долг человеку, которых ты можешь потерять. Ты готов там типа, ну там, тысячи рублей готов ты потерять? Тогда дай человеку вот еще. Готов 10-10, 100-100. Ну, по возможности. То есть, ну, есть у тебя сейчас свобода? Ты понимаешь, что тебе не будет их жалко? Да бери и не отдавай. Ну, как бы, будет возможность, отдашь, не будет, меня не расстроить вообще. Тогда ты не теряешь ни друзей, ни ничего. То есть, ну, это как благотворительная помощь. Не более чем человеку, если ему действительно надо. Но если ты больше этой суммы сдаешь, ты, к сожалению, попадаешь в капкан... Тому, что ты станешь мудаком в конце, в итоге. То есть, ты позвонишь ему, спросишь тебе, братан, ну, как бы, ну, время уже. Вот ты мудак, конечно, вообще. Вот не мог еще потерпеть, серьезно. Ну, как бы. Ты сказал, что много друзей не бывает, а у тебя сколько друзей? Настоящих? Трое. Трое, вот, с которыми я прям... Общаюсь и... Перефариваюсь, мне с ними удобно. И я понимаю, что они со мной. Не потому, что я там известный или еще чего-то. Ну, нравится, кайфованно просто вместе. Надо сказать, друг другу помогаем всегда. Они не из актерской среды? Ну, один наполовину из актерской. Он клоун. А, вот кислит. Да, да, да. Ты его выкладываешь сейчас. Остальные не из актерской. Но он не из этой среды, не из киношной, не из артистической. У них все равно такая немножко другая история у клоуна. Да? Он очень крутой, конечно, да. Я обратила внимание, что ты практически не тусуешься вот в этом актерском кругу. То есть обычно актеры как-то между собой, у них такое, они ходят в какие-то кафешки, в ресторанчики, в бары вместе. А ты как-то всегда особняком держишься. Почему? У меня другие приоритеты, наверное, жизненные. Мне есть чем заняться. Ну, если ты хочешь сказать, что им нечем заняться, им тоже жить. Люди обычные, которые гуляют по барам, ресторанам, наверное, у них есть на это время, у меня на это время и нет. Какая-то неправдивая вся там у них канитель. Неправдивые отношения, уже улыбки. Я этого не очень люблю. А есть кто-то с кем-то все-таки в хороших отношениях с актеров? А я ни с кем и не портил. Я просто ни с кем особо не общаюсь. Не, я имею в виду, ни с кем вот вы более-менее общаетесь. Более-менее мы с Илюхой Глинниковым общаемся. Прикольный очень. Вы вместе снимались, кстати. Да, он очень крутой уже. Прям такой прям вообще энергетик человек, я его называю. Пуля. Ребят, я сейчас показываю Паше людей, а он будет говорить, с чем они у него ассоциируются. Да? Давай. Александр Цикало. Ой, сколько у меня ассоциаций с ним. Я помню, как Саша рассказывал историю, что его снимали. Он был, по-моему, в каком-то отеле, его снимали из-под тишка тоже. И он сидел, разговаривал. И он увидел, что его снимают. Единственное, что у меня родилось, я делал вот так, вот, блядал. Ну ладно. То есть он засмешался, сразу выключил телефон. Света Ходченкова. Ой, у нас с ним был длинный-длинный путь в одном сериале про курсантов. Ну, Светка. Прекраснейший человек. Просто я... Она мне ассоциируется просто с какой-то дичайшей силой воли, потому что она... У нее 33 проекта, она приезжала к нам, у нее была прописана у нас 6-часовая смена, потому что у нее еще там два проекта в этот же день. Ей давали вот так вот кипу слов, и она просто листала. Угу, могу! Я думаю, блядь, как она это делает? Да, она гениальная. Да. Франц, Юлька. Очень прикольная девчонка. Мы с ней работали вот недавно как раз в проекте. Тень звезды, которая должна выйти сейчас. Очень милая девчонка, не знаю, такого... Ничего такого прям, чтобы прям... Ассоциации. Не знаю, раньше я ее не видел. Достаточно хорошая актриса. Ваня Ургант. Ты у него был, мне кажется, раз в 10. Просто очень много раз. Да, он любит меня звать. Ну и ты любишь ходить к нему? Да, мне приятно. Он очень умный, с ним интересно поболтать. И он всегда, конечно, с кем-то такими прям... Все эти конкурсы свои типа иду. Да-да-да, у него всегда... Потрясающий. Ваня Ургант строится у меня с... С его отцом. Он такой же... Интеллигентный. С таким же каким-то питерским правильным юмором. Мы с отцом его снимались много. Ну и потрясающая семья. Я их очень обожаю. Тарган. Мы с ним знакомы давно. Еще с больших гонок, по-моему. Он тоже мне очень нравится. Такой большой дядька с... Сердцем ребенка, конечно. Не знаю, он мне всегда кажется таким трогательным. Большим мишкой. Очень клево. Гудок. Потрясающий. Потрясающий. Я, кстати, обратила внимание, что ты подписан не только на его аккаунт. Ты еще подписан на аккаунт его фан-клуба. Да? Да. Ну, может, я ступил просто? Да. Я такая думаю, что это с тобой? Зачем ты подписан на фан-клуб Гудкова? Гудок очень клевый. Я всегда какие-то отрывы башки какой-то делаю. Он у меня с ядовитой лягушкой ассоциализирует. А вы знакомы, да? Ну, да. Надеюсь, Кирилл. Партнер твой, собственно. Да. Хороший артист. Он у меня с дровосеком, почему-то. Интересно. Вот на этом фото. У меня, кстати, был вопрос относительно твоей фамилии. Фамилия мамина. А у папы твоего фамилия Дель. Дель, да. А почему ты не взял папину фамилию? Слушай, как-то не очень было, это немецкая фамилия. Не очень было тогда брать эту фамилию. Хорошо. Не очень хорошо было. Не знаю. Ну, как-то так сложилось. Так сделали и все. Там столько крови намешано, на самом деле. Если разбираться, то можно с ума сойти. Не, ну, фамилия красивая такая. Красивая, согласен. А у твоих братьев и сестер у них какая фамилия? У них такая же. Прилучная? А, прилучная. То есть вы все решили взять мамину фамилию? Интересно. Какие у тебя отношения с мамой? Очень хорошие. Мы вместе живем сейчас. Вообще, она живет в квартире в Москве, но сейчас вместе живем. Потому что у меня много собак, и я не успеваю. Ничего. А ты еще говорил где-то, что ты для своей мамы всегда был звездой. Да, это точно. У нее в квартире просто вместо обои это вырезки, значит, из газет. С первой, начиная до последней. Но она мой фанат. Прям четенький. То есть она всегда тебя поддерживала? Все фильмы смотрела она, не я. Она тебе говорит правду, если ей что-то не нравится? А ей все нравится. Это же мама. Ну, не, ну, знаешь, разные мамы бывают. Не-не-не, ей как бы... Она прямо к этому, как к ящику волшебства. То есть, ну-ну-ну, сейчас будет. И все, там полтора часа ее нету, да? А она именно как бы с тобой больше общается, со старшими твоими сестрой и братами? Да нет, она со всеми общается достаточно плотно. Просто, ну, так как она живет со мной сейчас, то, естественно, общение больше со мной. Ты говорил тоже в каком-то интервью, что тебя очень легко вывести из себя. Что ты вот так вот можешь завестись. Да. Что за последнее время тебя сильно вывело из себя? Несправедливость я очень не люблю. А, за последнее время какая была несправедливость? В последнее время я очень много, честно. И даже не знаю, что с этим делать. Это какая-то черная полоса? Да. Когда она началась? Да, буквально месяцев пять назад, да. Я тут начал даже к астролу ходить. Вот, это, кстати, интересно. У меня даже есть об этом. Это прям интересно, правда. К нумерологу и ко всем остальным. Ну, ты это интересно, да. А ты веришь в это вообще? Ну, ты знаешь, пока то, что они говорят, это случается. Так происходит. Ты знаешь, я тут у нас где-то в комментарии, нам предложили пройти тест. И я решила, думаю, забью-ка я твою дату рождения. Тебе предложу, вот как бы прочитаю, что ты мне это все выдала. А ты скажешь, это так или нет? 5 ноября 1987 года. Город Чемкент, правильно? Да, да. Трудолюбие. Плюс один. Способный работать усердно. Трудолюбивый. Совет. Достичь цели, а затем расслабиться и насладиться успехом. Ну, может быть. Ну, ты, мне кажется, очень много работаешь. То есть у тебя прям из одного проекта ты переходишь в другой, в третий. И ты вообще не отдыхаешь. Ну, вот сейчас, получается, отдыхаю. Ну, сейчас отдыхаешь, потому что была пандемия, мне кажется. Ну, подготовка просто нет. У меня сейчас будет там небольшой тоже проектик. Вот его можно назвать артовый. Да, там на четырех героев. Какая-то такая эротическая драма. О, интересно. Сейчас девушки все такие. Что там за драма эротическая? Ну, какая-то такая странная. Ну, не знаю. Сейчас будет вот она как раз перед в клетке. А ты вообще избирателен в выборе ролей? Нет. У меня избиратели. Интересно все. Можно любую роль сделать интересной. Главное, найти какой-то контакт. Если человек хочет работать в связке с тобой, то это можно сделать. А если человек как бы говорит, будет вот так, по-другому никак, тогда понимаешь, что ну-ка бы, наверное, надо попрощаться. Нет, ты где-то просто тоже в каком-то интервью говорил как раз про то, что ты в принципе не снимаешься, ты в основном снимаешься в коммерческом кино, и ты не представляешь себя в каком-то кино, которое может получить много премий. Ну да, мне никогда премии не дадут, потому что... Почему ты так считаешь? Ну, во-первых, я к этому не стремлюсь, а к этому надо стремиться. Ну, для меня что такое премия? Ну, что она тебе дает? Будет просто тебя стоять где-то там, на полочке дымиться, ну, да что? Я лучше буду зарабатывать деньги. Я уж знаю, куда я их дену. А у тебя есть какая-то цель? Вот хочу зарабатывать в год вот столько. Такое есть у тебя? Нет, у меня есть мечта. Какая? Я хочу остров. Серьезно? Прям свой собственный остров? Да. Что ты там будешь делать? В смысле что? Жить. Остров. Класс. Один на острове? Ну, не один. У меня будут приезжать гости, друзья. Это будут развлекухи всякие делать. Тебе так кажется, что там будут прям развлекухи. Ну, что там остров? Нужно, нужно сделать, я хочу так, чтобы я мог там делать какие-то развлекухи. То есть настолько, чтобы какой-то там квесты мутить на этом острове, понимаешь? Ну, проводить какие-нибудь, чтобы это был такой тусо-остров. Ну, чтобы ты... Пас, мне 32 года, ты чего? Какой остров? Ну, ты что? Это клево. Подожди, но... Надоел, никого не приглашаешь, понимаешь? Сидишь там недельку. Занимаешься спортом, катаешься на кайте. Ну, ты так можешь и дома делать здесь. Зачем тебе на остров ехать? Нет. Я хочу остров. Хочу. Будет остров, значит. Ладно. Так, честность. Не всегда говорите правду. Иногда обещаете больше, чем можете сделать. Умейте хитрить. Это да. Так, смелость. Вы наделены избытком храбрости. Можете проявить агрессивность, дерзость. Порой даже воинственны. Возможно. Воля. У вас мощная воля. Вас нельзя заставить делать что-либо силой. Любите доминировать. Это да. Шкала активности. Вы неутомимы. Полны энтузиазма. Кипучая личность. Да. Эгоизм. Вы много ожидаете от других. Можете эксплуатировать других людей ради собственного удовольствия или выгоды. Потакаете своим желанием. Ваш девиз «Я хочу». Ну, не всегда, но... Чаще всего. Будет только так, как я скажу. Так. Значит, потенциал физического здоровья. Не очень крепкое здоровье. Вы обладаете ограниченными ресурсами жизненных сил. У вас случаются проблемы со здоровьем. Снижена адаптивность. Ну, бывает иногда тоже, да. Сложности здоровья, да? Ну, сердечком, да, иногда. Ну, ничего страшного. А что у тебя с сердцем? Ну, нервы. 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 Все равно все это так или иначе передается. Я же невозможно не подключаясь играть какие-то роли. Все это через себя все это дело пропускаешь. Так или иначе. Как бы ты не хотел, как бы ты старался это сделать немножечко. На Девятаеве у меня просто не мели губы. Я сознание терял иногда. То есть даже, ну, просто входя в ситуацию, в ту, в которой он находится, ты, конечно... Ну, там еще плюс, что я не жрал ни хрена, наверное, поэтому... Ну, забыл такой маленький нюанс. Так. Постоянство в личных отношениях. Вы стараетесь избегать глубоких чувств. В отношениях часто демонстрируете непостоянство и склонность к увлечениям. Однако, если встретите свой идеал, вы способны на постоянство и преданность. Был такой. Школа тактичности. Вы корректный и гибкий человек. Наглость и грубость вам не свойственны. Ну... Время от времени, да. Школа дружелюбия. Вы доброжелательный, общительный и дружелюбный человек. В принципе, да. Если хамов нету. Ответить ты можешь. Я даже видела какое-то видео, ты там что-то кому-то сказал, репортеру. А почему ты так разговариваешь-то? Чего? Мы же ничего плохого не спросили. Сейчас, в ***, засну у тебя микрофон. Понял, ***? За языком следил. Знаешь, как это было на самом деле? Как? А он подошел к Агате и сказал, типа, снимешь трусы, покажешь. И потом это вот так вот все сделали. Ты шутишь? Я тебе клянусь. Что за жесть вообще? Ну, это была просто тупая провокация, чтобы снять вот такую руль. Реально. Все вот так вот выкручивают, перекручивают и делают так, как им это интересно. Понимаешь? Не, ну это ужасно, если честно. Ну как, конечно, если бы он подошел и спросил, извините, конечно, я бы ничего не сказал, я бы сказал, что-то там ответил на вопрос. А когда так подходят, ну не спрашивайте, будем с твоей девушкой. Она была моя девушка еще, по-моему. Или жена, уже не помню. Не важно. Так, значит, мужественность характера. У вас очень мужественный характер. Вы отважный, самоуверенный, сильный, волевой и немного грубоватый человек. Можете проявлять жесткость, агрессию, любите доминировать. Да. Все по делу? Да, так и есть. Ты ходил когда-нибудь к психологам? Хожу. Ходил и хожу. Да? Недавно начал ходить? Ну, уже года, наверное, три. Ну, то есть я их разных там подбирал, всевозможных. Ну, и сейчас время от времени, когда там возникают какие-то жизненные вопросы, я к нему обращаюсь. Чего ты боишься? Одиночество. А что для тебя любовь значит? Ну, ты, значит, раствориться в человеке. Что бы ты сказал маленькому Паше? Никому не верь. Ребят, как всегда, комментируйте наш выпуск, пишите, какой Паша прекрасный, да? Или не пишите, что он прекрасный, вы нас часто ругаете, ну, ругайте дальше, мы не против, мы стараемся быть лучше. Ставьте, в общем, лайки, дизлайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Паша, призови наших зрителей, чтобы они... Подписывайтесь на канал. Что же вы сидите-то, в конце концов? Действительно. Субтитры подогнал Игорь Негода.